Новости Забайкальского края, Бурятия, Иркутской области, Калмыкия, Китай, Монголия и Якутия вновь в эфире. Это программа «Восточный альянс». В студии для вас работает Екатерина Бакшеева. И сейчас я познакомлю вас с новостями Забайкальского края за минувшую неделю. Здравствуйте! На улице минус 30, а температура воды всего 4 градуса. Для некоторых читинцев это не повод отказываться от возможности искупаться. Вот уже 30 лет члены клуба моржевания «Родник» каждую субботу готовят прорубь на озере Кенон, чтобы нырнуть в нее за здоровьем. В советское время в детских садах и школах частенько практиковали зимние обливания, вспоминая читинец Геннадий Апарин. Когда с возрастом мужчина стал болеть чаще, он решил вспомнить свой детский опыт. Поначалу просто принимал холодный душ, теперь же и вовсе. Вот уже как 7 лет каждую субботу купается в проруби. Я бы, если бы не занимался, давно крякнул, у меня и... А это была, короче, болезнь моря всяких разных. Маленько поддерживают меня это купание. В 30-градусный мороз окунуться сюда приходит не только люди старой закалки, но и молодежь, в том числе и подростки. Вода подо льдом достигает 4 градуса тепла. Из-за большой разницы температур кажется очень теплой. Очень все классно. Сожалею, что раньше не занималась. Вода очень теплая. Привет, девятая школа. Испытать свою силу воли и укрепить иммунитет может практически каждый. Но в этом деле нужна подготовка. Отсутствие хронических заболеваний и настрой советуют бывалые. Морально подготовиться. И потихоньку, не спеша, никаких резких движений не делать. И голову не мочить, чтобы голова была сырая. По плечи опустился, сам себя почувствовал в организме. Выскакивай. А перед этим нужно как-то правильно готовиться? Настроиться, настроиться. Настроиться. Самое главное настроиться саму себе. Ну, как говорят профессиональные моржи, главное решиться. Ну, вода как парное молоко. Сейчас бы выпить горячий чай. И побыстрее укутаться в теплое полотенце. У каждого любителя искупаться в минус 30 есть свой рецепт согревающего напитка. У одних это горячий чай с имбирем и медом. У других морс. Но самое главное – никакого алкоголя. Если надо можно, то можно горячий морс, допустим, брусничный или малиновый такой. Заварить. Можно даже, чтобы он постоял, немножко искупался и его попил кружечку. Вот тогда хорошо. Клубу «Родник» этой зимой исполнилось 30 лет. Его лидеру Анатолию Хробусту уже 84. На своем личном примере он продолжает доказывать, что такая экстремальная закалка положительно влияет на здоровье. За этот период наша организация с трех человек достигла более ста человек. Занимаются люди от шести лет и до восемьдесят лет. Это занимается… Вначале у нас больше было женщин, а сейчас у нас занимаются мужчины. Поэтому люди, которые у нас занимаются, здоровый образ жизни ведут. В каком направлении? Почти никто не пьет, мало кто курит. Курят, но тоже мало. Поэтому здесь у нас эликсир, здоровье – это наше купание. Для всех, кто хочет испытать свою силу воли, укрепить иммунитет и обрести новых знакомых, прорубь на озере Кенон открыта каждую субботу с 13 до 15 часов. Даниил Батвинский, Антон Носов, Восточный Альянс, Забайкальский край. Первый в России в Забайкальском крае в лаборатории центра СПИД появился новейший аппарат, который выявляет иммунный статус организма человека. Теперь проводить анализы крови ВИЧ-инфицированных станет гораздо проще и удобнее. Все подробности в нашем следующем сюжете. Светлана Кочмарева работает в лаборатории центра СПИД уже более 20 лет. В месяц здесь приходится выполнять до 700 анализов. За это время сменилось три поколения оборудования. Последний новейший проточный цитофлюориметр DX Flex поступил сюда только в начале декабря и уже готов к эксплуатации. Его предшественник проработал на благо медицинского учреждения более 10 лет и стал постепенно выходить из строя. С учетом нагрузки на лабораторию такая ситуация была просто недопустима. Очень большая диспансерная группа ВИЧ-инфицированных. Этим пациентам постоянно нужно измерять иммунный статус. То есть зачем это нужно? Во-первых, чтобы оценить степень иммунодефицита. Затем, если они находятся на диспансерном контроле и получают лечение, то есть так можно оценить эффективность этого лечения. Здесь все как с мобильным телефоном. Новая модель более компактная, надежная и более простая в управлении. Чувствительность аппарата тоже значительно выше, что позволяет точно определить количество клеток Т-хелперов, регулирующих иммунный ответ человека. И если их в организме становится мало, то для пациента очень важно вовремя назначить химиопрофилактику. Если бы мы делали анализ здоровому человеку, мы бы видели, что количество Т-хелперов у него от 40% и выше. Но так как ВИЧ-инфицированные страдают от вируса, и вирус повреждает и разрушает Т-хелперы, то у пациентов с ВИЧ-инфекцией количество Т-хелперов всегда будет уменьшаться. То есть вот вы можете посмотреть в этой зоне 15%. Этот человек уже нездоровый, и мы предполагаем, что у этого человека ВИЧ-инфекция. Мы видели пациентов, у которых был 0% Т-хелперов. Интересно и то, что Забайкалье, можно сказать, является первопроходцем. В России это первый случай установки обновленного цитофлюориметра. И такой подарок Краевая клиническая инфекционная больница, в структуру которой входит и обособленное подразделение Центрспид, сделала себе сама. Аппаратура приобреталась без всяких программ, за собственный счет стоимость аппарата со сходником порядка 8 миллионов рублей. В перспективе также планируем расширять спектр выполняемых исследований тоже на благо наших жителей в области инфектологии. На приобретении нового оборудования Краевая клиническая инфекционная больница останавливаться не собирается. Теперь главной целью является привлечение молодого высококвалифицированного персонала. Но и за прогрессом в области новейших медицинских технологий обещают следить. Это были новости за Байкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Ланудэ. В Ланудэ произвели первый полуденный выстрел. В честь 30-летия Конституции России столица Бурятии присоединилась к давней традиции. Когда государственные праздники и дни воинской славы сопровождаются залпом из сигнальной гаубицы. 122-мм гаубица к залпу готова. Военные ее установили и подготовили. Через пару мгновений прозвучит первый в истории Ланудэ полуденный выстрел. Залп из пушки станет частью ритуала, который будут повторять несколько раз в год в важные для России даты. Документ, который гарантирует права, свободы, независимость, стабильность нашего государства, межнациональное согласие нашей страны. Документ, по которому мы живем и будем жить. И отрадно, что в этот день у нас зарождается новая традиция. Традиция пушечного залпа. Ланудэ стал седьмым городом в стране, в которых полуденный залп уже давно добрая традиция. В нашем городе зарождается важная, хорошая традиция. Это полуденный залп из гаубицы. Наряду с такими городами, как Санкт-Петербург, Владивосток, Кронштадт, Севастополь и еще несколькими. У нас будет звучать в дни государственных праздников полуденный залп ровно в 12.00. Это почетно и это важно. Наш город, наши горожане это заслужили. В годы Великой Отечественной войны нашими горожанами был проявлен трудовой героизм. Делали все для фронта, все для победы. Столице Бурятии присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Полуденный залп подчеркнет важность титула и отметит значительный вклад уланудэнцев в победу в Великой Отечественной войне. Огонь! Первый полуденный залп официально произведен. В специальной книжке за это расписался глава Бурятии. Гильза останется в качестве сувенира у Алексея Циденова. Вскоре ритуал получит официальные даты, которые утвердит мэр Игорь Шутенков. Это важные государственные праздники и дни воинской славы. О полуденных выстрелах горожан обещают оповещать заранее. Барр Цидыпов, Восточный альянс, Бурятия. На озере Щучье в Селенгинском районе прошел турнир по ловле рыбы на мормышку. Состязались участники боевых действий, ветераны МВД и сотрудники Росгвардии. В минус 30 на льду собралось более 100 любителей зимней рыбалки. Тепло. Минус 28 же. Понятно, что минус 28. Но я думаю, для сибиряков это нормальная температура. Температура, поэтому минус 28 – это еще не предел. Лютые холода не остановили любителей подледной рыбалки. Среди ветеранов МВД и участников боевых действий много женщин. Я поймала! Какая рыба? Это вторая рыба моя. Первый раз на зимней рыбалке. Приехали с коллегами. Команда женская у нас от Росгвардии. Первый раз я участвую в рыбалке. Мне коллеги показали, как надо. Ну и здесь организаторы. Ну, увлекательно, честно говоря. Так азарт начинает брать. Сначала я думала, у меня вообще ничего не получится. А потом после первой рыбы вот вторая пошла. Ну, классно же. За компанию. А раньше опыт был? Нет, впервые. Нравится с детства. Не знаю, просто нравится и все. Рыбачила с детства, поэтому продолжаю рыбачить. Для участников организовали горячий обед на свежем воздухе. Рыболовный фестиваль объединил участников СВО, ветеранов боевых действий и родителей, чьи дети сейчас на передовой. Ну, во-первых, хочется поднять боевой дух ребятам наших, чтобы у них все сложилось. Хотим дождаться всех живыми. Увидеть здесь. У вас кто-то из родственников служит? У меня сын служит. Первое место среди мужских команд заняли представители вневедомственной охраны Росгвардии. Их общий улов составил более 9 килограммов. Среди женских команд весь призовой пьедестал заняли представительницы управления Росгвардии. Прапорщик Елена Тучинова выловила самую крупную рыбу – сорогу весом 120 граммов. Лучшим среди мужчин стал ветеран вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Баганов. Он выловил больше 4 килограммов рыбы. Мария Латышева, Восточный альянс, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Алисты. Спасибо, коллеги! Мы приветствуем всех телезрителей международной программы «Восточный альянс» в студии национального телевидения Калмыкии. Для вас работает Наталья Доржиева. Калмыцкие спортсмены, победители и призеры первенства России по карате. Об этом сообщили гости в пресс-центре РИА Калмыкия. Всего в соревнованиях, которые прошли в Южно-Сахалинске, приняли участие почти 700 спортсменов из 51 региона страны. Отмечу, турнир стал первым крупнейшим спортивным состязанием по карате, проходившим на территории Дальневосточного федерального округа. Так, в ходе поединка Фолтана Басангова стала пятикратной чемпионкой. Еще одну золотую медаль в Калмыкию привезла Саглара Ачирова. А Александр Бамбышев стал бронзовым призером первенства. Как отметил их тренер Ачир Манджиев, все трое вошли в состав сборной России. Они будут представлять нашу страну на первенстве Европы в Тбилиси. От Республики Калмыкия в мероприятии принимали участие 7 спортсменов Республиканской комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Все семеро, на мой взгляд, были подготовлены хорошо, проделали большой объем работы. Но в силу определенных причин каждый показал тот результат, который показал. В первую очередь хочется поблагодарить главу нашей республики Баду Сергеевича Хасикова за то внимание, которое он уделяет спорту в нашей республике, за поддержку наших спортсменов. Хочется поблагодарить Министерство спорта в лице Костинга Геннадьевича Батырова за поддержку наших спортсменов и тренеров, в частности, за чуткое внимательное отношение к проблемам нашего подрастающего поколения. Я очень рада, что я мысленно настраивалась и готовилась еще задолго до первенства. Настраивала себя, что я выиграю, я стану пятикратной чемпионкой России. Давала себе обещания и я очень рада, что я их сдержала. Это была моя первая первенства России в 14.15, где мне удалось выиграть. Я очень рада, что поеду на Европу. Надеюсь, все будет хорошо. Мы были очень хорошо подготовлены. Мы тренировались два раза в день. Приехали заранее, там тренировались. Мы были очень хорошо подготовлены. Это все, о чем мы вам успели рассказать. А сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный альянс» в студии телеканала «Якутия-24» Надежда Саханская. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. Современная и традиционная одежда, аксессуары из ровдуги и бисера, сувениры из кости и рога – все это представлено на выставке мастеров коренных малочисленных народов Севера. Эта выставка становится традиционной и проводится она в честь Дня Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, которая отмечается 12 декабря. Что еще представили на выставке мастера, расскажет Даяна Федорова. На выставке принимают участие 46 мастеров и умельцев из 16 районов республики и города Якутска. Здесь представлены аксессуары, картины, авторские куклы и уникальные аутентичные шапки народов Севера. Елена Тарабукина приехала из Среднеколымского района. Она очень редко выезжает за пределы родного поселка. Уникальная возможность воочию увидеть работу и познакомиться с ее творчеством в рамках выставки представилась в нашей съемочной группе. Шапка двусторонняя. Одна сторона сшита из выделанных беличьих шкурок, а внутренняя – из шкурки пыжика олененка. Шапка очень теплая, поэтому, когда человек отправляется в долгую дорогу, ее края защищают от ветра и холода. Также на выставке представила свои работы Ирина Павлова. Она приехала из Нижнеколымского района. Она сама шьет обувь, рукавицы и меховые шапки для своей семьи, которые передаются традиционно из поколения в поколение. Это большая шапка моя, а вот эта маленькая шила в 87-м году для средней дотери Валентины. И после нее вот эту маленькую шапочку одевали сестренка, младший братик и теперь одевает внучки. И до того, если человек хорошо сохранит, как надо, вот эту меховую одежду, то можно одевать годами. Аутентичные шапки представлены в рамках республиканского конкурса головных уборов коренных малочисленных народов Севера. Подобные выставки проводятся в том числе и для того, чтобы открыть новые имена талантов. В этом году впервые принимают участие мастерицы и учащийся школ из Оленекского, Аннабарского и Нижнеколымского улусов. Такие мероприятия нужны, чтобы мы могли показать, что наши народы умеют делать, мастерицы наши, и чтобы показать традиционное и современное, потому что все-таки молодежь у нас более современная тоже любит, развивается и применяет вот эти все этнические традиционные узоры в своих современных одеждах и так далее. Но это очень отрадно. Ну и самая главная задача – мы должны сохранить нашу культуру, язык, чтобы наши народы сохранились. Итоги конкурса подведут уже совсем скоро. Победители и призеры будут награждены дипломами, сертификатами и памятными призами. Выставку можно посетить до 13 декабря в мраморном зале Дома дружбы народов. Даяна Федорова, Иван Саракоумов, Якутск. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну а мы передаем слово Международному блоку новостей. Добрый день, коллеги! Зрители программы «Восточный Альянс» приветствуют Монголию. О важных событиях за минувшую неделю расскажу вам я, Алхама, в эфире «Аист Глобал». У дома-музея Жукова, расположенного в столице Монголии, городу Ламбаторе, появился новый, очень ценный экспонат. Фигуру Жукова в полный рост, с точной копией образа известного во всем мире полководца «Великой Победы» и битвы на Холхенголе, специально для Монголского музея передали мастера Невского баталиста, известного в России проекта, команда которого создает исторические инсталляции и диорамы. Подробности в сюжете. Андрей Булгаков, один из авторов скульптуры, изготовленной из современного и высокопрочного материала полиуретана, лично привез в Ламбатор из Санкт-Петербурга свое произведение. Произвел монтаж фигуры в музее и стал почетным гостем торжественной церемонии возложения цветов к бюсту маршала Советского Союза, четырежды героя Советского Союза Георгия Жукова. Инициатором создания фигуры маршала Жукова для музея Улан-Батора выступил летчик-космонавт, герой Монголии и герой СССР Жудрдер Демидин Гуракча. Его идею поддержала российская компания «Газопровод Союз Восток», оказала финансовую поддержку для реализации этого исторического проекта. Ему посодействовали и посольство России в Монголии, и русский дом в Улан-Баторе. Самое главное спасибо большое нашим ребятам. Я бы хотел из Ленинграда, но они сделали прекрасную работу. Артем Булгаков, виновник сегодня торжества, он своими умылими руками создал памятник Жукову. В церемонии открытия скульптуры великого советского полководства в Доме музея Георгия Жукова приняли участие чрезвычайные полномочные послы России и Белоруссии в Монголии, руководство компанией «Газопровода Союз Восток» и русского дома в Улан-Баторе. Открытие фигуры Георгия Жукова в Монголии приурочено к предстоящему празднику 85-летию победы монгольских и советских войск на Холхенголе. Восточный Альянс продолжает рассказывать о важных событиях регионов. Передаю слово своим коллегам из Китая. Приветствую зрителей, коллег и друзей международной информационно-аналитической программы «Восточный Альянс». С вами Фужао из сути китайского телеканала «Сичитин Русский». Китайский Новый год и совсем скоро. До вступления в силу года Драгона осталось два месяца. Но товары, связанные с символикой грядущего праздника, уже активно раскупаются на главных рынках Китая и онлайн-платформах. Мои коллеги побывали в городе Иу и расскажут о предновогодней суете. В торговых центрах Иу, известном китайском городе-фабрике, в эти дни наблюдается повышенный спрос на милых зодиакальных кукол-драконов. С полок сметается практически всё. Продавцы к такому развитию событий были готовы. Свою продукцию начали отбирать ещё в марте. «Многие игрушки высотой от 20 до 40 сантиметров – наши бестселлеры. Мы продаём более 10 тысяч кукол-драконов ежедневно». Помимо кукол, популярность набирают дуэлянь или парные надписи, фонарики и календари с изображениями дракона. Ассортимент продукции разнообразен. По прогнозам, в этом году количество заказов на тематическую новогоднюю атрибутику увеличится на 20-30% благодаря онлайн-каналам и растущему спросу на зарубежных рынках. «Некоторые клиенты покупают продукцию оптом – десятки тысяч партий одновременно. Драконы продаются исключительно хорошо, и у нас почти ничего не осталось на складах». Чтобы вовремя обработать крупные заказы, владельцы бизнеса работают день и ночь. Скорее всего, такой ажиотаж сохранится вплоть до самого праздника весны. «Все это не отправленные заказы, их довольно много, и каждый день нам приходится их сортировать». Конец года также знаменует собой пиковый сезон скупки золота. В тренде – украшения и аксессуары с элементами дракона. Торговцы Шиньяна, что в провинции Леонин на северо-востоке Китая, делают все возможное, чтобы привлечь больше покупателей. «От величественных подвесок в старинном стиле до ярких и очаровательных 3D-подвесок, от замков для новорожденных дракончиков до маленьких золотых аксессуаров для браслетов – все эти изделия продаются очень хорошо». Китайские маркетологи очень стараются по мере приближения праздника весны. Их задача – увеличить продажи и обеспечить продвижение товаров на рынке. Поэтому будем ждать еще больше удивительных сувениров и подарков с символикой грядущего китайского Нового года. Ли Шуан, CGTN На сегодня это все. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующей неделе в эфире программы «Восточный альянс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова